Я прям неожиданно начал, да? Собственно, то, на чем мы закончили. Да. Все становится хуже. Проклятие становится хуже? Да. Я что-то знаю по-английски. Молодец. Элэйн? Она не будет счастлива с этим. Да, надо решать проблему. Это Элэйн. Я должен поменять ее обратно. Элэйн? Сына? Ты в порядке? Что может быть лучше? У тебя золотая телка. Все. Игра закончена. Ты пират. Голден бой. Просто голден герл. Это как у... Проджеймса Бонда. Есть же этот... Как он там? Голдфингер, по-моему. Мне всегда казалось, что это какой-то... Какая-то аллюзия к анальному сексу. Голдфингер? Да. Я не знаю почему. Типа фингеринг там... Там палец засунутый куда-то. Да. Он очень медленно ходит. Йоп. Но зато тут есть Fast Travel. То есть, если мы дважды кликнем к краю локации, то пройдем быстрее. То есть, мгновенно. То есть, я надеюсь, ты это будешь использовать? Да. Почему монета постоянно вылезает? Это монета как Full Throttle. Мы зажимаем левую кнопку мышки, чтобы выбрать нужное действие. Либо лапа, то есть, хватать, брать. А, все-все-все, вспомнил. Когда мы последний раз проходили предыдущую часть вообще? Месяца три назад, да? Как время летит. Так вот, взгляни на нашу карту. Да. Окей. Эта карта только этой части. То есть, тут достаточно обширная игра. Я так понял, пираты Карибского моря много позаимствовали от Монки Айленда, да? Да, я, кажется, уже рассказывал эту cool story про то, как сценарист, который писал пиратов Карибского моря, фактически изначально задумывал сценарий Монки Айленда, но что-то не сложилось. И спустя три года вот сложилось как раз с пиратами Карибского моря. Поэтому он напихал кучу идей. Понятно куда. Ну да. А это наш старый знакомый Мэри. Да. Говорящий череп. Ой, я помню игру, где был Говорящий Челеп этот. Planescape Torment? Shadow of the Damned. Ну ты, блин, вспомнил. Лучше Planescape Torment вспомнил. Вот этот Old Foggett сидят, понимаешь ли. Я не знаю, такой игры, который ты мне сказал. Это... Оно тоже не игрок в RPG. Это считается самой лучшей RPG на свете. Серьезно. Даже лучше. Даже не знаю, что в фильме Терриста. Даже лучше Fallout, да. Этот. Там просто ты играешь в Бессмертном, который, например, может оторвать себе руку и использовать ее как оружие. А, ну это клево. Где-то я, кстати, такое видел. А, это я видел в Ставс Де Зомби. Представляешь, Planescape Torment вышел в 99-м году, по-моему. Где-то еще можно было отрывать руку. А, руку можно было отрывать в этом. Меди Эвил. Да, да. Это про... Да, про скелет. Трусливого рыцаря, но мертвого с одним глазом, да? Да, про скелет. Причем, по-моему, это можно было делать как раз во второй. А может быть, в первой части я его играл. Ну, прикольная по стилистике была такая штучка. Классная игра была, да, я даже не раз проходил. Были бы ачивки, я бы все там выбил. Да. Мы приперлись к нашей этой Вуду-тетке. Которой мы припираемся к каждую часть игры. Отоевшаяся Вуду-тетка. Ну, она просто как большая женщина. Она напоминает Лаверна с клиники. Я уже говорил, что если Гайброш напоминает Джейди, то неудивительно, что она напоминает толстую медсестру. Слушай, она же, по-моему, там померла, как актриса, и по сюжету тоже. Как актриса, не знаю, потому что она появлялась еще в сериях после своей смерти. Как актриса, я знаю, померла. Это тетка, которая озвучивала мать чувака из Теории Большого Взлива. Это важно. Это так. Я даже не знал, что там есть такая актриса, в принципе. Ну, она просто озвучивала эту его мать, этого явлея. Ясно. Окей, давай не будем эту дрянь вспоминать. Давай что-нибудь короче, давай, скрабс, это нормально, это нормальный ситком. Там нет за кадром ситкома. Ооо, это мой любимый ситком, охлопностен. Давай еще немножко пошути, поиграй истеричку. Куда там мистеру, как его там, Макинли, этого актера, который, Кокс. Да. О чем они вкратце общаются? Вкратце о том, что клевое у тебя тут местечко. Да, спасибо. Детишки помогли обустроить. Еще спрашивает, какого черта ты вообще тут делаешь, потому что мы с тобой где-то на другом острове виделись. Говорит, ну у меня тут несколько как бы местечек, я переезжаю постоянно. И да, надоело уже, утомительно. Вот, да. И сейчас выяснится один такой интересный вопрос. Помнишь, что случилось с Элэйн, да? Да, она стала полезной. Да. И что мы с ней сделали? Распилили на металл и продали. А что мы фактически с ней сделали? Оставили там стоять. Где? На берегу озера. На берегу моря. В Карибских островах. Прилив. Нет, нет. Там, где пираты постоянно, да? То есть мы оставили золотую девушку. Ну, да. Он глупо поступил, надо было все-таки ее распилить и продать. На монеты ее просто. Он поступил не то, что глупо, он поступил просто невероятно тупо. Сразу есть большими буквами ноу. Это, видимо, что-то случилось. Нет, это... Это она предложила ему посмотреть фотки своих детишек. Ага. И, да, там было несколько вариантов. Нет, 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 в Войне Всего Святого нет! А он всегда на все варианты говорит только... Может, позже, чтобы ты не нажал. То есть это иллюзия выбора, да? Да, да, такие диалоговые шутки такие, понимаешь? На самом деле, это не интерактивная тема. Я ничем не управлял тут. Да, мы, в общем, просим какой-то совета. Она нам сейчас таки укажет на нашу промашку. Ты только что не можешь спрятать о том, что ее спрятала. Где ты спрятал ее? А, я просто вспомнил что-то. Я должен идти. Классно мне глаза сделали. Ой. Упс. Элэйн! Он так расстроился, я смотрю. Ага. Стык-то какой. Еще и табличку успели поставить к ней. Кто-то встал в лейне. Да ну, неужели? Да ладно! Гейброш просто кэп. То есть, да, фактически мы будем ее добывать в этой главе. Ее не так далеко забрали. Лычак ее похитил. Лычак, как ультимативный злодей, мы разговариваем о его проклятии. Похитил не Лычак, а другие немножко, не менее долбанутые пираты. Капитан Блад? Капитан Личимп. Ну, сейчас тебе это ничего не скажется, я тебе потом объясню, что это значит. Когда их увидишь. Да, объясняет ему, что для того, чтобы снять проклятие, нужно не менее дорогое кольцо, то есть, с таким же, с такого же размера бриллиантом, только чистое кольцо. И он сказал, а можно это как-то сделать так, чтобы не вылезать за рамки моего бюджета, то есть, деревянные четвертаки? Но. И он сказал, да, что по сюжету ты сможешь это сделать только в рамках своего инвентаря. И что на острове Блад Айленд, то есть, остров крови, есть такое кольцо, с которым все связано трагичной историей, оно тебе поможет снять проклятие. Много букв. Короче, нам нужно на Блад Айленд, чтобы добыть кольцо. Угу. На данный момент это наш ключевой приоритет. Ну, после, конечно, того, как надо добыть свою девушку. А что за что звучит? Добыть свою девушку. Ну, у нас тут прям Golden Boy. Кстати, смотрел Golden Boy? Нет. Прикольно, анимашка. Я смотрел как раз Goldfinger. Голдфингер, я смотрел. Это третий, да? С Шоном Коннери? Ты думаешь, я помню? Я помню. Я даже помню, как он с тамошней телочкой там что-то на сеновале каком-то завалился. Я не понимаю, зачем. Я помню всех актеров, которые играли Бонда. Ну-ка, давай. Который в одном только фильме сыграл. Лезенби. Молодец. А который в нескольких фильмах сыграл, но такой зло... Такой злостный бонд. Теперь Тидалтон, да. Их там, он в двух бондах играл. Шон Коннери вначале, потом Лезенби, потом опять Коннери, потом Мур, потом Далтон, потом Бростон, потом Крейг. Ха. Коннери играл в неканоничном, потом. Нет, он... Ты живешь только дважды, по-моему. Он играл в одном каноничном уже после Лезенби, а потом уже, когда его на мороз пустили, он потом уже сыграл влево. Да-да, я про него говорю, вот этот левый, когда он уже такой был в возрасте. Сколько лет там был? Причем, самое смешное, Коннери отправили на пенсию, потом взяли Роджера Мура, который старше, чем Коннери. Ну, Роджер Мура, они просто самые дурацкие, и надо было серии Джеймса Бонда снять с ракетными лыжами. Да-да-да. Не, Голдфингер прикольный, там был этот злодей, собственно, Голдфингер, он клевый францискал, когда ему Бонн такой, Прямо тут даже с такой интонацией, такой он ржачный мужик был. Все, я смотрю, у вас содержательный диалог закончился. Да, теперь мы начнем грабить, забирать все, что плохо лежит. У нас же квест в конце концов. Да, то есть мы взяли фигурки Вуду, иголочку, и чувак, который появится через две главы, сказал, что ух, какое облегчение. Жвачка со вкусом солонины. Ну, это интересный вкус, кстати. Нет. Закинули четверточок, добыли жвачки. А у тебя бесконечные четверточки? Да. По сюжету, пока все, что нужно, не используя, не закончится. Как что? Не помню, слушай, не помню, честно. Врать не буду. А, блин, я забыл Меруе дать жвачки. Можно черепу дать жвачки. И просто так. Он будет жевать жвачку и лопать пузыри. А, ну, блин. Такая опциональная штучка. Можно achievement какой-нибудь мысленный заработать. Угу. Мне он одному напоминает Картмана? М-м-м-м-м-не. Мне он не напоминает Картмана, он мне напоминает кого-то другого. Причем из какой-то игры. Лемонией! У него политика бездонной кружки. Что бы это могло значить? Я бы хотел купить лемонией. Конечно, у нас есть полиции бездонной кружки, понимаешь? Это будет ли у них. Хм. Итак. Беспалевна, да? Но. Эй! Как бы поступила хотя бы занция в этой ситуации? Но она бы превратила в кружку. А в лицо бы дала ему. Да. Что сделает Гайброш? Свалят. Да, он провернет гигантскую схему по добыче правильной кружки, чтобы подменить ее. И это еще не скоро будет, да? Да. Красная краска. Она нам понадобится, но не сейчас. Ты спылилишь? Ну, я просто обозначаю, что мы вообще видим. Знаешь, что это за цветочек? Я отсюда не вижу. Знаете, могу сказать, ипикак. Вообще ни о чем не сказал. Помнишь серию Family Guy про рвотного коня? Да. Это был как раз тот самый ипикак. И тот он будет использован, да, как ипикак. В медицинских целях, то есть. Подочистить желудки? Да. А это местный Макдональдс. Тут у меня, видишь, даже есть сервис заказывать прямо прохожим. Но, к сожалению, там с динамиком беда. Чиксы превратили в золото, валили гандалки на болото. А, то есть, грубо, если вначале сюда придешь, что тебе это будет подсказкой, что надо дается. Коти сторонние персонажи прорисованы лучше, чем Гайбрэш. Но, они делают меньше действий, чем Гайбрэш. Упс, у нас есть... Нет пропуска. То есть, не пропуска, а у нас не заказано, короче. Это местный театр. Потому что, почему бы и нет. Больше на ратушу похоже. Да, ратуша, но там по совместительству театр. И они ставят спектакль по Шекспиру под названием Спир. Типа модный Шекспир. Ах да, я уже говорил, что нам нужна команда для нашего корабля. И что нам нужен корабль. Сзади какой-то монгол. Угу. И шотландец. И француз. Но... Точнее, он не француз, а скорее голландец. А сверху слева кто? Ну, голландец. А. Гайбридж, как всегда, может держать все в секрете. Да. Солидо-голд. Я смотрю, он эффективно, кстати, набирает команду. Да? Только боюсь, что он набирает команду не за себя, а против себя. Кстати, чтобы ты знал, вот здоровячка, который справа, его озвучивал тот же актер, что озвучивал Скруджа Макдака. Угу. И примерно у него такое же произношение, как у Скруджа Макдака в мультике. Вот, этот капитан Ротингхэм, то есть гниющая... Гниющая свинина, или что там, я не помню. Гниющий окорок. Он очень заботится о своих волосах, поэтому мы его сейчас потроллим. Я не знаю, что я сейчас не знаю. Не спешите, ты здесь в порядке. Не парься у тебя. Седина идет. Но, эээ, я не буду об этом за несколько лет. Если я был ты, я бы больше об этом заготовке. Угу. Угу. Да я смотрю, он этот, как сказать. авторитет умеет зарабатывать что-то те там лысинка по сверстами посверкивает национальность этого парня понятно ну значит испанец русский я бы предположил что больше в общем пока мы его оставим в покое сейчас я тебе покажу нашу фишку с персонажами которые можно провернуть рубаха рубака бил суровый парень но я вижу этого правого рыжего лицо забавно да парень любит золото то есть это основной его приоритет если мы сможем убедить его в том что мы можем добыть золото любое неважно то он готов будет пойти с нами только что сказал что ты ищешь тёлку из золота не не нам нужно какой-то дать пример что мы можем уже добыть золото что мы не какой-то лошара что-то там ищет а что у нас на руках уже что-то есть гарант того что мы клёвый парень а да еще он есть леденец это важно кто из них вот этот молчаливый парень мелкий мелкий крупный который может или говорю сейчас говорит который сейчас говорит бил короче да он рассказывает cool story про то как они клавали с одним капитаном и искали золото не знали что делать в конце концов кружили-кружили на одном месте капитан сказал им выкинуть все золотые сережки и украшения там какие у них были там какие-то золотые зубы и вручки не в одно место они все это поскладировали поплыли куда-то и потом что ты думаешь вернулись обратно и нашли целый клад и из золотых сережек и проще фигни ну как ты понял бил не самый умный по инфинах то есть мы уже все выяснили что нам нужно узнать